так ребятушки всем привет сегодня 27 января 19 года посмотрел таежника гил максима они там варили шулюм из утки короче сейчас буду варить вот этого осеннего крикоша сварю потом мяско и ванной обжарю сделаю плов аж шулюма с этого жижки сделаем супчик короче макс нахуй раздразнил вот оттаял в лед сейчас буду ставить казан кстати ребятишки вот видно попадание дробовые видите вот такой вот крикошок у нас был смолим я его газовой горелкой короче горелка называется следопыт короче ребятишки так мы сегодня не сходили не постреляли этот фетр вот человек задержался но все ребятишки давайте ждем продолжение приготовления для плова нам понадобится утка приправа для плова лук чеснок тещин чеснок а также понадобится морковка томатная паста рис вот такой смесь белого и красного короче ребятульки налил в казан с уткой кипятка сейчас варим это все дело ну чтоб мясо сварилась нормально потом обжаривалась чтобы она была мягкая чайная ложка соли сюда так вот ребятишки пока вот такими кусочками морковочку режу у . уже закипела сейчас надо будет снимать накипь вот короче видите кипит уже накипь есть что-то у меня короче лампочка глюч начала порезал лук полукольцами короче вот такая наваристая жидкость получилась после уточки а вот сама у . сейчас будет остывать чуть-чуть разрезаться и обжариваться но сперва обжарю лук и морковку короче ребятишки вот нарезал мяско сейчас обжариваю морковку потом лучок и следом мясо обжариваю так ребятки наливаем в казан вот столько масла считайте бульки короче вот столько хватит закинул ребятульки морковинку сейчас короче она уже начинает обжариваться где-то я смотрю чтоб масло как начинает кипеть но уже вот сейчас буквально через полминутки можно остальную морковку высыпать и обжариваем и минут пять примерно вот короче ребятки делаем и такого маневр мешаем макролочку маслица сразу пожелтела короче полным ходом уже обжаривается макролочка макровка морковка готова сейчас будем жарить лук до золотистой корочки ребят полу кольца пока что золотистой корочки еще не видать но можно это очень быстро проебать момент этот но чё-то ребятульки я считаю что уже нормально обжарилась сейчас короче вытаскиваю лук и закидываю мясо для вот обжаренный лук бубенем мясо этот запах дикого мяса не передать особенно что думать как жижечка с ней вообще охеренно пахнет дичью так мясо сейчас обжаривается видите уже начинает желтеть просто к ребяту ставим лайк и подписываемся на мой канал нужно накрыть казан и пускай обжаривается до корочки тоже кстати ребятушки рис я промыл получилось вот две тарелки и чеснок короче сделал так но крупных зубчиков у меня не было головок чтобы их натыкать это в процессе я вам покажу но получилось вот такими вот хуйнюшками дальше покажу что я буду с ним делать 4 чайных ложки томатной пасты в кружку и короче сейчас я залью это водой все размешаю до однородной массы и это потом будет заливаться в плов раньше я делал больше но этот перебор сейчас буду меньше делать короче концентрацию уменьшу вот ребятки получилась вот такая вот бодяга буду мясо мешать короче мясо у нас можно сказать что уже готово по такой обжаристой консистенции но я считаю что оно готово так короче сверху кидаю морковочку короче закинул морковку сейчас следом лук кидаем короче вот так вот должно получиться у нас сейчас короче сюда ребятки забубениваю рис забубениваю первый слой риса короче теперь сюда я буду чайную ложечку высыпать приправы короче приправочек короче приправа должна быть обязательно с барбарисом пауза вот она ведь забубенили но и размешивать не обязательно ребятки пауза выкладываем его таким вот короче слоем чесночок и засыпаем сверху оставшимся рисом вот короче ребятушки засыпали это все рисом теперь выливаем туда это вот томатной пастой всю фигню заливаем залили да сейчас это все разровняем чуть-чуть и так чтобы это прикрылось чесночок у нас скрыт все и теперь заливаем это все дело кипятком аккуратненько чтобы не вспенивало в смысле не поднимал риф короче заливаем примерно вот сантиметра на 2 чтобы рис скрылся вот ребята так достаточно и накрываем это все крышкой и варим пока вода не испарится вода испарится до риса дойдет опять заливаем это все дело варим примерно час короче вот такой вот процесс водичка уже испаряется скоро испарится опять добавим время готовки у нас уже 16 минут я думаю раза три придется водой доливать солить я вообще не стану прошло ребятушки всего 2 минутки видите уже как водичка маслом выпарилась доливаем снова маловато конечно у нас риса чеснок не придавлен сильно еще раз выкипела еще доливаем короче 28 минут готовится вот ребятки уже третий раз водичка выкипает плова все больше становится короче 40 минут готовится рис ну еще чуть-чуть твердый короче думаю до часа будет варить короче ребята четвертый раз залил водой я думаю что может даже 5 придется ну чё ребятушки долил воды 5 наверно раз не помню точно короче ровно без одной минуты час варится это чисто рисом рис варится короче смотрю макс таежник гилл уже четвертую серию 18 сезон короче я смотрю как он там с лодки щуку тащит кстати подписывайтесь на максах таежник гилл короче канал называется катя ветер тв евгений сибирский бродяга найк охота рыбалка серёга блин также называется на речной волне канал но это много-много других лера у нас там есть мая и еще кстати ребятки у нас есть своя группа ватсапе у кого есть ватсап пишите мне комментарии под видео я вас всех добавлю туда ютуберов у кого подписчики есть ну кто занимается своим каналом кто хочет добраться до монетизации все к нам ватсап ждем ну чё ребятушки варится уже рис час десять минут сейчас наша основная задача на быстром огне сделать так чтоб наша вот эта вся водичка испарилась из плова вот я короче сейчас уже почти в конце водичкой когда залил уже добавил туда три чайных ложечки соли вот я считаю что это будет нормально короче по вкусу сами добавляйте вот так вот я делаю такое вот отверстие здесь это отверстие индикатор того что склова испаряется вся вода до самого низа вот как испарится будет видно то бишь плов будет потом разваливаться вот так не будет липким не клейки будет конечно же лучше было бы сварить это все дело на костре чтобы было с дымом ну и на газу тоже нормально будет ребятки вот такой момент еще короче у нас получается по кругу лопатки вот так прошлись отодвинули от стеночек чтоб плов не пригорал короче к стенкам вода выпарится так еще быстрее короче пойду сына плачет короче испарение идет полным ходом ребятишки осталось намного меньше что он не может быть наложием короче на тихо короче как и я считаю что плов готов сейчас выключаю газ и пускай стоит он еще испаряется покажи нас магазин Ну вот, ребятушки, плов готов На противине Вот видите, какая аппетитная шеечка Утиная Крикаш 2018 года Так что ставим лайк Если вам понравился мой рецепт Приготовления плова и сам плов Конкретно вот такой Ну все, подписывайтесь на мой канал Делитесь этим видео Буду рад любому новому подписчику С колокольчиком Всем пока, удачи Ну и еще заключительное видео будет на столе Ой, емае, свет вообще потушили Че за фигня Интересно, друзья, че сейчас будет А будет Вечер с пловом При светях Чик А у нас Дима маленький прыгает Так, короче Будем разливать наш сок Гранат Гранат Вино мы не пьем У нас компот свой домашний Начинает брожение Мы даже компот перестаем пить И вот начинаем мы пить чисто вот сок Гранатовый Ну ладненько Давайте Паузу Сыночка, ты че, тоже плово хочешь? Тебе еще рано У тебя только всего два зуба Сейчас мы попробуем Наш пловик Ну ты че, сын? Ну, мальтийский мой Да Ну все, короче, ребятишки Подписывайтесь на канал Ставим лавки Лайки 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 Лайки